Здравствуйте еще раз. У нас 24 лекция, наконец-то, из курса из 24 лекций. Я вас хочу поблагодарить за то, что вы продержались так долго вместе со мной, не потеряли интерес к этим темам контроля качества программного кода. Темы действительно крайне непопулярны в современном мире разработки программного обеспечения, потому что технологии идут вперед, языки программирования появляются и меняются, и видоизменяются, и улучшаются каждый месяц. Новая Java выпускается каждый год, если сравнить с тем, что происходило 10 лет назад, 20 лет назад. Это была совершенно другая динамика. Количество библиотек и фреймворков растет тоже стремительно. Пользователи имеют огромный арсенал в своем распоряжении для реализации того функционала, который от них требует рынок. И поэтому вопросы качества и вопросы элегантности или читаемости кода, они, к сожалению, не на первом плане. Они, к сожалению, не так остро стоят для большинства программистов, начинающих свою работу с проектами или участвующих в активно развивающихся проектах. Как они должны были бы стоять? Потому что не устаю повторять в очередной раз то, как мы поддерживаем программный продукт, и то, как нам легко это делать. И есть главный показатель качества и продукта, и того программиста, который его написал, и того архитектора, который организовал этот весь процесс таким образом, чтобы не получилось деградации качества и не получилось потери контроля над тем, как продукт организован и устроен. На этом курсе мы рассмотрели некоторое количество метрик, которые вам могут помочь, как архитекторам, как программистам, этот самый контроль установить. Вам нужно, будучи программистом, будучи организатором процесса разработки программного обеспечения, заботиться о том, чтобы качество было под оцифрованным контролем, чтобы качество было не субъективной мерой результата работы людей, а вполне себе объективной цифрой, а лучше набором цифр, к которым можно привязать уже и людей. Привязать их, например, мотивацию, привязать их, например, зарплату, привязать их, например, промоушен, их карьерный рост. Если вы сможете это сделать, то у вас получился контроль качества внутри вашего репозитория. Если у вас по-прежнему в репозитории или в проекте, или в команде, существует мнение, что нормально делай и нормально будет, то вы по-прежнему на ранних стадиях находитесь развития своего профессионального профиля. То есть вы как профессионал только начинаете развиваться, если вы считаете, что программирование – это результат неких магических действий, которые нужно совершить неким правильным образом, это должны сделать некие правильные люди, и тогда получится правильный результат. Я вас хочу убедить в том, что действовать нужно иначе. Нужно взять существующие, давно придуманные, давно устоявшиеся метрики, настроить механизмы расчета этих метрик внутри проекта, а затем любых людей взять, какие бы они ни были, и разрешить им свободно контрибьютировать в ваш репозиторий. Но при условии, что они не нарушают те правила, которые вы установили, то есть не выходят за границы тех метрик, которые вы в репозитории автоматическим образом собираете. Тогда вы сможете действительно дать возможность этим людям развиваться в первую очередь, дать возможность им профессионально расти, дать возможность им творить, дать возможность им чувствовать себя полноценными участниками процесса, не ограниченными никакими предубеждениями, никакими субъективными взглядами других участников процесса, а способными разрабатывать так, как они считают нужным, если нет нарушений законов, нет нарушений правил. Можете себя сравнивать с городоначальником, с мэром города, который хочет внутри города установить порядок на улицах, и для этого может применять либо подход субъективный и такой, что ли, не строгий, а больше основанный на неких ожиданиях относительно поведения людей, и выступать регулярно, например, перед гражданами города на площади, и рассказывать им о том, что это очень важно, как внимательны мы будем к другим участникам дорожно-транспортного движения, как мы будем внимательно пропускать пешеходов, как это важно не заезжать на тротуар, как это важно не ездить на красный свет. И таких речей произносить часто, и начинать каждую эту речь именно с этой формулировки. Нормально действуй, нормально двигайся в своем транспортном средстве, и нормально у нас все будет в нашем городе. Это такой подход, который, к сожалению, практикуется во многих компаниях сейчас. То есть подход, построенный на неких убеждениях, на догмах, на вере, на авторитете людей, которые давно работают в команде, и знают, что такое правильно, как это правильно делать. То есть у них есть некие убеждения, и мы должны, вновь присоединившиеся к ним люди, должны как-то перенять этот опыт, тоже научиться ездить правильно, тоже научиться каким-то одним нам понятным способом угадывать, на какой цвет светофора можно проезжать, на какой нельзя проезжать. То есть какими-то ощущениями мы должны руководствоваться для того, чтобы в нашем городе был порядок. Это мэр первого типа. А существует мэр другого типа, который не выступает перед согражданами, который не льет им в уши ту музыку о том, как нужно быть добропорядочными гражданами, и как важно уважать друг друга. Он тратит свое время на разработку правил дорожного движения, на установку камер для контроля за движением, на организацию системы штрафования тех, кто нарушает правила, за своевременное штрафование, за установление механизмов контроля парковок, за автоматизацию этого процесса. И его даже, граждане даже не знают его фамилии, может быть, или фамилию знают, но никогда его не видели. Но они видят, как на улицах появляются камеры, светофоры, полицейские в нужных местах расставленные, как на дороге появляется разметка, как эта разметка правильным образом оформляет парковки, правильным образом оформляет перекрестки, как наказывают тех, кто нарушает правила разметки. И, смотрите, в городе становится все комфортнее и комфортнее жить. Без лекций о том, как правильно программировать, без теории о том, как правильно жить и как уважать других сограждан. Мы все эти постулаты, всю эту логику, всю эту философию взаимоуважения укладываем в правила, укладываем в законы, которые люди соблюдают и дальше уже не задумываются о том, кто принес эти законы им, почему они существуют, кто придумал, что на красный свет ездить нельзя, а на зеленый можно, и кто придумал, что парковаться в два ряда и на пешеходных переходах нельзя. Мы просто знаем, что это нельзя, и все. Мы не задаем себе этот вопрос каждый раз, когда мы пытаемся припарковать автомобиль. Мы просто знаем, что на зебре мы парковаться не будем. Потому что есть правило, и мы знаем, какой штраф мы за это получим. И дело здесь не в уважении даже к участникам дорожного движения, которое, безусловно, лежит в основе создания такого правила. Безусловно, те, кто создавал правило о запрете парковки на зебре, имели в виду уважение к участникам дорожно-транспортного движения. Но этот посыл, эта задумка законодателей, она осталась в прошлом. Так же, как в прошлом останется задумка ваша, когда вы будете устанавливать, например, минимальный необходимый уровень code coverage в вашем репозитории. Когда вы будете его устанавливать, у вас будет определенная мысль, почему вы это делаете. Вы будете иметь какую-то философскую подоплеку этого. Но когда это правило уже установится и пройдут месяцы после этого, то вопрос о том, почему это правило существует, задаваться в основном не будет. Просто все будут его соблюдать и знать, что в этом репозитории такое правило. Если вы будете это правило нарушать, то ваш pull request просто не попадет в репозиторий. Вам просто не получится туда его поместить. Вот и все. Вот я за это вас агитировал все 23 предыдущие лекции, и за то, чтобы вы подходили к этому именно так, подходили к этому через объективные процессы, то есть которые не зависят от субъекта, не зависят от человека. Субъективный процесс – это тот, в котором есть определенный субъект, и мнение этого субъекта, оно имеет ценность. Когда есть некий архитектор или некий авторитетный программист, или есть некий совет внутри организации или внутри коллектива вашего, который решает, как хорошо программировать, а как плохо. И когда вы программируете плохо, то нужно всем собраться, и вас публично выпороть, и публично рассказать вам, как вы нехорошо сделали, и вы должны почувствовать некую вину, и у вас должно появиться знание некое о том, что в этой команде так нельзя. И более старшие товарищи, старожилы этого коллектива, они будут вам говорить с такой глубокомысленной усмешкой, что молодой, мол, еще не понимаешь, как здесь можно, а как нельзя. А мы вот понимаем. И это их знание, это их опыт, это время, проведенное в этом коллективе, они считают является капиталом, которым они дорожат. Но так быть не должно. У вас не должно быть в коллективе, в команде людей, которые больше других понимают о том, что происходит в репозитории, о том, как правильно здесь программировать. Сам репозиторий должен понимать лучше всех. И любой начинающий программист, внося изменения в репозиторий, он должен натыкаться, наталкиваться, упираться в целый свод законов. И если вы этот свод законов сделаете автоматизированным, если вы сделаете его высеченным в камне, что ли, то это хорошо. Если же он будет мягкий, этот свод законов, это будет свод законов, с которым можно спорить, который не всегда однозначен, по-разному может быть. Знаете, такие вот есть формулировки. Нужно помягче, нужно не всегда все однозначно, в разных ситуациях может быть по-разному. Нельзя однозначно требовать таких-то соблюдения, таких-то метрик от программистов, потому что нельзя ко всему одинаково применить одинаковую метрику, в каждом случае нужно подходить индивидуально. Это философия людей, которые очень хотят занять себя этим процессом. Им хочется быть занятым вопросами обсуждения того, как здесь должно что быть реализовано. То есть это сродни тому полицейскому в этом городе, в котором нет правил дорожного движения, который очень погружен в процесс перемещения от перекрестка к перекрестку, и на каждом перекрестке решение споров, кто должен был проехать первым. Он очень ценит себя за свой такой авторитет, за умение решать эти споры. Он занят делом, он целый день на работе, у него есть чем заняться, к нему обращаются, его вызывают, его спрашивают, как ты считаешь, в данном случае зеленая машина права или красная, и он тратит свое время, внимательно изучает, вместо того, чтобы повесить светофор и написать, как работают правила проезда перекрестка. Таких полицейских нужно увольнять, но они трудно увольняемые существа обычно и из полиции, и из программных проектов. Это люди, которые заменяют собой свод правил. Они являются носителями законов, они являются носителями традиций и привычек, которые программисты внутри репозитория соблюдают или должны соблюдать. И их вытолкнуть из продукта, вытолкнуть из программного проекта и вытолкнуть из команды крайне тяжело, потому что они являются такими командообразующими личностями. Но они приносят огромный вред, конечно. И вы должны, будучи даже начинающим программистом, понимать, что происходит. Если вы видите в репозитории, в команде таких людей, к которым обращаются с вопросами о качестве, и при этом отсутствуют в репозитории системы контроля качества, системы контроля тестового покрытия, системы контроля размера пул-реквестов, например, размера контрибьюшена, системы оценки качества комментариев. Мы с вами обсуждали долго и много о том, как можно контролировать качество. Если большинство из этих метрик отсутствует, а присутствуют люди, то значит, что вы имеете дело с таким вот, с властью захваченной этими самыми вот этими толстощокими, толстопузами полицейскими, которые вместо того, чтобы установить правила, устанавливают туда себя. Но с этим нужно бороться. И по крайней мере в новых командах, в новых проектах, если вы таковые стартуете, то не будьте такими полицейскими. Я вам приведу практический пример. Вот мы с вами редактируем, некоторые из вас участвуют в этом, мы редактируем репозитории, которые нам помогают собирать метрики для ваших исследовательских проектов. И иногда кое-кто из вас присылает пул-реквесты, в которых вносят изменения в код, повышая его качество. То есть где-то кто-то из вас увидел, что в этом коде, а там разные языки программирования используются и баш, и пайтон, и, по-моему, там два основных языка, это пайтон и баш. И вот вы вносите изменения туда и присылаете мне пул-реквест с изменениями. Я вам в ответ часто говорю, не хочется мне вносить эти изменения, если они не сопровождаются усилением законов, усилением системы контроля за качеством кода. То есть вы, когда присылаете мне коррекцию, это можно провести аналогию и сказать, что вы мне показываете, что на этом перекрестке должна была первой проехать красная машина, а проехала зеленая. И я должен сейчас пойти на этот перекресток и конкретно красную машину наказать, а зеленую поощрить. А завтра что случится на соседнем перекрестке, опять такая же будет ситуация. Нам же задача не конкретный перекресток исправить, не конкретную строчку кода исправить и повысить его качество, а усилить контроль за качеством. Если в коде появился какой-то фрагмент, который вам кажется недостаточного качества, лишняя команда, неправильный порядок команд, неправильное форматирование команды, использование не той команды. О чем это говорит? О том, что наша система контроля за этим кодом, а именно наши законы, где-то имеют недостаток. И поэтому предыдущий программист, который был до вас, это скорее всего был я, потому что мой репозиторий, допустил эту ошибку. Потому что ничто меня не сдерживало полгода назад. Я просто взял ее и допустил. У меня не было в тот момент закона, который бы запрещал мне проезжать этот перекресток на красный свет. Поэтому сначала сделайте закон, а потом вносите изменения уже в код. Если вы просто вносите изменения в код, я не хочу такой пул реквест принимать, потому что завтра будет еще десяток таких же пул реквестов, и они все будут точечными корректировками на том или другом перекрестке. Я хочу общую корректировку, законодательную. Я хочу, чтобы вы присылали вместе с внедрением, допустим, нового статического анализатора или усилением существующего статического анализатора. Он слабый сейчас, он пропустил эту ошибку, он ее не заметил. Давайте добавим новый анализатор, который бы такие ошибки улавливал и не допускал их. Вот так действует программист в общем случае, всегда. Если он видит, что в коде допущена ошибка, и эта ошибка уже попала в мастер-бранч, она уже там, значит, мы первый вопрос себе задаем. А как так случилось? Почему наши законы, то есть система тестирования, система статического анализа, система контроля всех остальных метрик, кохижин, каплин, все, которые мы обсуждали, она какая-то слабая у нас. Давайте ее исправим, и потом будем вносить изменения. Вот я вам так рекомендую мыслить. Это немножко переворачивает сознание программиста, потому что я вижу по вашему же поведению, что вы действуете в основном именно так. Вы исправляете ошибку, и считаете, что на этом можно поставить точку. Вы замечательно помогли вроде бы жизни города. Вы подошли к конкретному перекрестку и сказали, красная машина заехала на зебру. Это нехорошо. Почему? Ну, потому что я чувствую, что это нехорошо. Вот по ощущениям. А у нас есть закон, запрещающий заезжать на зебру? Ну, закона нет. Но я-то чувствую в этом-то случае. Смотрите, вот же мешает детской коляске проехать. Так закона же нет. Но это не важно. Давайте сначала эту машину отодвинем от зебры, чтобы смогли проезжать детские коляски. А я вам говорю, нет, дело не в этой машине, в красной. Потому что завтра на зебру заедет зеленая машина. Не трогайте эту машину. Сначала давайте посмотрим, что с законами не так. Почему так случилось, что у нас, оказывается, можно парковаться прямо на зебре. Мы меняем закон, и потом автоматически мы видим, что и там кто-то запарковался, и там, и там. И мы их всех по одному корректируем. Мы убираем, отодвигаем, устраняем, наказываем. И у нас появляется город наш. Становится лучше. А именно в этом задача программиста, который мыслит стратегически, который в проект хочет внести ценный вклад. Не просто поработать за еду и пойти домой, а хочет сделать полезное дело. То он, конечно, мыслит категориями, как города. Построение города. И установки в нем правильных законов. Ну, хватит философии. Давайте посмотрим метрики, которые, мне кажется, наиболее сейчас интересные, горячие и мало разработанные еще. Это метрики, связанные с машин-лёрнингом, с большими языковыми моделями, с нейролингвистическим даже программированием. С, господи, Natural Language Processing, NLP. С анализом кода через искусственный интеллект. Все предыдущие метрики, которые мы видели в 23 лекциях до этого, они были детерминированы. Они смотрели на код, как на цифровой артефакт. И на основании своих внутренних алгоритмов из этого артефакта делали некие выводы, которые были достаточно, не достаточно, а абсолютно детерминированы. То есть, если вчера вам дали этот артефакт, вы из него сделаете вывод, что у него, например, Cyclomatic Complexity 22, то завтра или через год я вам дам такой же артефакт, вы тоже скажете, что это такая же Cyclomatic Complexity, тоже 22. Потому что алгоритм расчета этой Cyclomatic Complexity, он одинаков. Он не меняется, на него можно опираться. В машин-лёрнинге все как-то иначе. Машин-лёрнинг, как вы понимаете, это некий black box, некий искусственный интеллект, который тоже смотрит на код. Мы тоже с помощью него можем посмотреть на код и спросить у него, у этого искусственного интеллекта, а что он думает о нашем коде? А хорош ли этот код? А качественно ли он написан? То есть, представьте, что нашим городом управляет теперь не закон, написанный на бумаге, а плюс еще и некий робот, который каким-то субъективным образом, более-менее субъективным. Безусловно, там тоже внутри некие алгоритмы, но они не такие жесткие, они помягче. И вот он тоже наблюдает за городом и говорит, где, в каком месте, кто заехал на зебру. И есть гипотеза, что если мы объединим таких роботов и строгие законы, то мы получим систему более мощную, чем только строгий закон. Одну цитату вам приведу, а потом будем дальше по... ну, в какой-то степени по хронологии. Это все статьи, которые вы будете видеть сегодня, они достаточно свежие. Многие из них вообще 2023 года, то есть буквально вот-вот опубликованы. Ну, это статья такая, которую стоит прочитать для общего развития. Она была всего пару лет назад в Communications of the ECM и в ней ввели, в ней ввели, или, по крайней мере, я из нее узнал такой термин Neural Software Analysis. Анализ программного кода с помощью систем искусственного интеллекта. Они считают, авторы этой статьи, что мы в итоге, этот подход в итоге может даже превзойти традиционные механизмы анализа программ в некоторых аспектах и, возможно, будет даже доминировать и вытеснить все остальные методики. Я готов согласиться с этим. Хотя это, конечно, звучит опасно и звучит немного даже обидно, потому что придется 40 лет предыдущей работы человечества или даже больше, 50 лет работы, когда были придуманы все эти метрики, строгие метрики, возможно, на них можно будет со временем поставить крест и сказать, что мы просто доверяем некому большому черному ящику, который лучше нас знает. То есть представьте, что мы вообще в городе уберем законы и, скажем, у нас есть такой большой черный ящик, и когда кого-то на перекрестке сбивают или кто-то один с другим сталкивается, две машины, то мы не опираемся ни на какие правила, мы просто спрашиваем у черного ящика, как ты думаешь, кто прав? И он нам говорит, в этом случае права женщина с коляской, потому что она шла по зебре, а мешала машине проехать. Ну, например, я такой комичный случай предлагаю. Наверное, в большинстве случаев все-таки этот черный ящик будет давать правильные решения. То есть на место этого самого толстощекого полицейского, который раньше был до внедрения закона, станет искусственный интеллект. Опять получится возврат как бы к прошлому. Мы, возможно, уберем законы и вернемся к субъективности, но не человеческой субъективности, а этих самых роботов. И тот же чат GPT, которым мы все пользуемся, он вроде бы выглядит многообещающе. Выглядит так, что он способен будет принимать решения быстро, достаточно качественно. И, может быть, команды через время просто перестанут думать в сторону статических анализаторов и стайл-чекеров. Им просто не нужно будет стиль строгими правилами, допустим, соблюдать. Это все будет отдаваться машинке такой магической. Она будет код оформлять автоматически, но сама как она чувствует, и будет получаться лучше, чем если бы мы его оформляли строгими правилами. Вот такая вот, возможно, фантастическая идея, но мы куда-то в ту сторону движемся. Давайте посмотрим примерно, с чего начиналось все. Я не могу сказать, что я большой эксперт в этой теме и могу точно построить хронологию, но где-то, например, вот если взять 8 лет назад, одна из статей, которых я нашел, достаточно ранних, была предложена следующая мысль, что можно взять машин-лёрнинг, и они это показали. Они взяли машин-лёрнинг, и с помощью этого самого машин-лёрнинга они научились находить код смелы. Мы знаем, что такое код смелы. Это код, который мог бы быть написан лучше, но оно написано плохо. И они их находят с accuracy более 96%. То есть ложных срабатываний крайне мало. Accuracy очень высокий. Значит, эта машина смотрит на код и говорит, у вас здесь код смел. Что такое код смел, мы разбирали с вами на прошлой лекции. И, что интересно, этой машине для тренировки достаточно 100 тренировочных примеров. Для специалиста в машин-лёрнинге это, наверное, звучит странно, потому что цифра очень небольшая. Всего 100 примеров посмотреть, и машина, увидев 100 примеров, может начать делать более-менее, не более-менее, а очень качественные выводы относительно 101-го примера. Также машин-лёрнинг работает. Мы сначала эту модель тренируем на тренинговых примерах, а потом откладываем тренинговые примеры в сторону и начинаем этой модели показывать другие примеры. И она экстраполирует те знания, которые получила на тестовых примерах, в новый датасет, в котором новые примеры. Вы видите, какая высокая точность и очень интересные результаты. Здорово, 2016 год. Это до чат GPT ещё было, задолго. Но, тем не менее, идея вполне себе живая. Немного дальше, тоже 2016 год, и следующая попытка была находить клоны. У нас была лекция, где мы обсуждали clone detection и обсуждали метрику, которая касается количества дубликатов внутри кода. Мы знаем, что если у вас внутри кода много похожих фрагментов, то значит у вас качество кода под вопросом. И хотелось бы, чтобы дублирующихся фрагментов было поменьше, а размер их был покороче. И мы помним, что этих клонов существует несколько типов, а именно четыре. То есть есть четыре типа клонов. Можете ту лекцию послушать ещё раз, где мы говорили о клонах. И вот они, все эти четыре клона, научились с помощью машин лёрнинга определять, находить. Показывать, что у вас здесь клон, здесь клон, здесь клон. То есть этот код похож на этот код. Ну и тоже с определённой точностью. Безусловно, этот машин лёрнинг всегда имеет возможности и умеет совершать ошибки. Он может, конечно, давать неверный ответ. Но, тем не менее, смотрите, они сравнились с инструментом Descartes. Я не знал такой инструмент раньше. Видимо, в те времена, наверное, он был популярный, потому что я не знаю сейчас, пользуются ли им или нет. Но сравнение было сделано. Смотрите, как определяет этот самый Descartes и как мы определяем. И оказалось, что машин лёрнинг лучше. Потому что те клоны, которые этот Descartes не находил или саб-оптимали находил, то есть находил, видимо, с ошибками, они в своём решении стали находить лучше. Здорово? Здорово. Дальше. Это интересная работа. Год следующий. Они сделали попытку, даже не попытку, а решение, в котором вместо того, чтобы иметь статический анализатор, созданный программистами, по их логике, по их принципам, они решили сделать статический анализатор, который бы правила статического анализа приобрёл из примеров кода, которые ему показали. То есть берётся большой набор программ какой-то, но это я сейчас дальше фантазирую, не по статье, а предполагаю, о чём идёт речь. Берётся миллион программ, допустим, и машин лёрнинг пытается из этих программ выучить, как правильно оформлять код, и как правильно писать, а как неправильно писать. То есть, видимо, здесь, ну или в таких подходах, речь идёт о похожести блоков программ друг на друга и непохожести на некие дефективные зоны. То есть, если у вас, например, в этом миллионе программ есть определённые механизмы, например, обработки исключений, и вы в 95% случаев исключения делаете ему «рисроу», то есть чейните исключения и бросаете их на более высокий уровень. Это считается правильным подходом. А в 5% случаев вы делаете так называемый «exception swallowing», то есть вы его проглатываете и печатаете на консоль Stacktrace. Статический анализатор поймёт, что большинство решений правильное, а меньшинство, видимо, неправильное. И попытается это правило сформулировать для себя, внутри своей модели, сформулировать как выученное правило. Если в классическом случае мы его учим, то есть мы строим статический анализатор, и в него эти правила вносим, и говорим, если встретишь «exception swallowing», то будь добр, об этом сообщи. То этому статическому анализатору мы на вход не подаём никаких знаний, кроме большого датасета программ. А он уже из них делает выводы и сам себя строит. Ну не сам себя, а есть, конечно, билдер этого статического анализатора, а потом получается статический анализатор, который был построен этим строителем под заказ. То есть если ему дать другой миллион программ завтра, то он построится по-другому. У нас получится другой статический анализатор, который, может быть, будет даже и противоречить тому первому, который мы построили. Если мы возьмём другие программы, и в них будут люди в основном делать «exception swallowing», неправильную в нашем понимании практику, но в их понимании, в понимании этого большинства, эта практика правильная. Вот мы получим такой демократический статический анализатор. Статический анализатор, который слушает мнение большинства и на него, опирается на него. Как большинство программистов поступало в этом наборе программ, так мы предполагаем, что и нужно поступать дальше. Ценности в таком статическом анализаторе не так много, но она есть. Я почему говорю «не так много»? Потому что я всё-таки считаю, что статический анализатор – это инструмент обучения программистов, инструмент их повышения квалификации, их дисциплинирования, их развития, их движения всё-таки вверх. Потому что статические анализаторы, как на прошлой лекции я вам говорил, это такие агрегаторы знаний, накопленных человечеством. Не вашей командой, не вашей компанией, а всем человечеством, всей индустрией за многие годы работы. И когда вы берёте статический анализатор, то вы напрямую, без всяких книжек, без посредников, без курсов, без университетов, а сразу напрямую, в течение пары минут, попадаете в самое сердце того программиста, который где-то сидит, очень умный, или группа программистов, которые знают лучше, чем все университеты вместе, потому что они, это ещё если open source, обязательно, чтобы это было open source, то они сумели знания, все самые ценные, собрать вместе. Этот же анализатор, построенный таким образом, он, конечно, будет лишь собирать то, что можно назвать статус-кво, то есть то, как у нас заведено. То есть какие у нас привычки есть в команде, какие у нас есть традиции программирования, он эти традиции просто поможет сохранить. То есть, наверное, это полезная штука была бы для команд, у которых нет статического анализатора, а кода уже очень много. То есть представьте себе, что вы приходите в компанию, в которой уже написан миллион строк кода, и о том, что такое стайл-чекинг и статический анализ, они не слышали. То есть они никогда свой код не контролировали, его качество. Вот как кто писал, так и писал. В этой группе были люди, которые знали, как лучше, которые говорили, делай хорошо и будет хорошо, присказку эту повторяли, и в итоге у них что-то получилось. Да, им кажется, что то, что у них получилось, это хорошо. Наверное. Ну, конечно, с отклонениями они вам скажут, что, конечно, не бывает все хорошо, безусловно, есть у нас слабые места, безусловно, мы не идеальны и так далее. В общем, все это вам расскажут. Но вы хотите все-таки их как-то привести в чувство, то есть убрать с их улиц этих полицейских, которые знают, как нужно, а поставить некие законы. Если вы начнете эти законы писать с нуля, то у вас будет получаться плохо, потому что будет сопротивление очень интенсивное, и каждый закон будет естественным образом конкурировать и конфликтовать с уже устоявшимися порядками. Допустим, вы им скажете, мы используем только пробелы для отступов. Это правило, которое, мне кажется, не просто одно из, а первое правило любого стайл-чекера. Это запретить использование символов табуляции. Почему? Можете об этом почитать тонны литературы. Но давно все уже пришли к решению, что символы табуляции это зло, а пробелы должны вместо них быть установлены. И когда мы нажимаем в текстовом редакторе кнопку «Tab», то перепрыгивая на 4 или на 3 или на 2 символа вправо, наш текстовый редактор не ставит символ табуляции, а вставляет туда 3, 4, 2 пробела. Как будто бы об этом договорились еще 30 лет назад. Но нет. Многие программисты по-прежнему используют символы табуляции, потому что их редакторы, их текстовые редакторы не заменяют и так далее. Есть причины, по которым так происходит. И вот представьте, вы приходите в команду и говорите им, что ребята, у вас прекрасный миллион строк кода, я теперь здесь у вас архитектор, я вам помогу, настрою, теперь у нас будут только символы пробела. И вы возьмете этот огромный массив кода и посмотрите, и увидите, что там есть символы табуляции в каких-то местах. Если вы начнете их менять везде, сразу, допустим, вы сделаете скрипт, напишите, который единовременно изменит весь миллион строк кода, то вы с высокой вероятностью наткнетесь на программистов, сидящих в каких-то комнатах этой большой и дружной компании, которые вам скажут, секундочку, а мы вот в наших таких-то файлах используем табуляцию. Или вот в таких вот случаях нам так удобнее, почему, и дальше вам расскажут длинную историю о том, почему это удобно. В общем, у них будут причины. И они эти причины вам изложат, и вы будете долго внимательно это все выслушивать, займет это все время. А представьте, вы возьмете этот статический анализатор, который посмотрит на миллион строк кода, и машин лернинг вполне себе сообразит, что в этих файлах, когда вот так пишется код, то почему-то эта команда ставит символы табуляции, а в остальных случаях ставит пробелы. И эти знания она сформулирует для себя внутри своей модели и сделает такой анализатор, который гибкий, который не такой строгий, как вы бы хотели. Вот вполне себе хорошее решение и, конечно, ничего кроме машин лернинга здесь не справится, потому что строгой логикой это не объять. Непонятно, почему они здесь используют, почему эта команда использует такие практики в этом случае, а это такие. Машин лернинг может помочь. Ну и не то, что интересно, фундаментальная статья, немножко вернемся на 13-й год, в которой был предложен векторное представление текстов, так называемый. Те, кто занимается машин лернингом и обработкой языков натуральных, знают, что это такое. Я не эксперт в этом, поэтому меня не бейте сильно, если я сейчас скажу что-то технически неверное. Я так понимаю, что все эти методы машин лернинга относительно исходного кода в те времена, о которых мы сейчас говорим и о которых мы говорили до текущего момента, они были все основаны так или иначе на векторном представлении кода, если предполагать, что код это просто текст. То есть для того, чтобы машин лернинг работал на вход этой самой машины, на вход этой модели нужно подавать вектор из цифр. Вектор просто набор цифр. Цифра за цифрой. Большой, длинный набор цифр. И она эти цифры понимает как вектор, как единый, ну как описание сущности. И в большом количестве этих векторов она может находить некие взаимосвязи. Например, если ей передать те самые миллион программ, которые у нас есть, если каждую программу представить в виде набора цифр и передать ей все эти программы, а потом напротив каждого вектора поставить какую-то характеристику, допустим, сказать, первая программа написана хорошо. Здесь оценка будет 5 с плюсом. А вторая программа написана средней. Здесь оценка будет тройка. Следующая программа написана выше среднего, четверка. И так далее. И так напротив в каждой программе, то машина в итоге сообразит и все это выучит. И когда мы ей подадим миллион первую программу, тоже представленную в виде вектора, она на выходе нам скажет, я думаю, что эта программа написана в среднем. Почему? Она нам не объяснит. Но она на основании предыдущего опыта поймет. Это такое примитивное объяснение, как работает машинь. Для того, чтобы этот вектор получить, нужно было как-то его из программы сгенерировать. Мы же программу не можем представить в виде цифр, потому что она состоит из команд, операторов, литералов, пробелов и так далее. И вот нам нужно всю эту структуру перевести в текст. Эта очень известная, очень популярная статья предложила методику преобразования текста, написанного на условном, например, английском языке, в этот самый вектор. И она очень сильно помогла всем, кто работал с анализами текстов. И дальше это все помогло большим языковым моделям в том числе. А те, кто работал с анализом программ, взяли это на вооружение и использовали именно этот механизм. Ну, например, вот вам программа, которая прям ссылается на предыдущую статью, о которой я вам сказал. Дипбакс. Такой был эксперимент. Я вам сейчас скажу, в каком году. В 2018 году. Написали эту программу, которая берет код, написанный на языке C++ или Java, и находит в них, в этом коде, дефекты и говорит, у вас в этой программе ошибка. Не через анализ AST-дерева, не через symbolic execution, как мы говорили на прошлой лекции, не через data flow-анализ, а лишь глядя на программу. Вот какая она есть, он на нее посмотрел и говорит, я думаю, что здесь ошибка есть, причем ошибка такого-то типа, здесь будет деление на ноль. Как они это делают? Они свели это все к такому простому варианту, называющемуся binary classification problem, который отличает корректный код от некорректного. То есть они взяли, используя этот самый word2vec, то есть они взяли много программ, каждую программу преобразовали в вектор, затем напротив этого вектора поставили да-нет, да-нет, ошибка существует, ошибки не существуют. Бракованная программа, небракованная программа. Получилась такая несложная таблица, в которой длинный вектор, в конце единичка или нолик, единичка или нолик. Все это они отправили на тренировку модели, модель выучила этот датасет и к ней на вход, для проверки, как это все работает, они на вход стали подавать программы, которые модель раньше не видела, но тоже викторизованные. И модель стала вести себя вполне хорошо, как они заявляют. Стала отвечать на вопросы, какая программа корректная, какая некорректная. Еще раз напоминаю, использовали они Word2Vec, то есть программа, что такое, как этот Word2Vec работает? Он смотрит на программу, для него что джава программа, что стихотворение Пушкина совершенно одно и то же. То есть он не понимает АСТ дерева, он не понимает зависимость оператора, для него скобка открывающаяся, скобка закрывающаяся, и оператор принт или команда принт, это все одно. Это просто символы слова и символы, символы и слова. Я упрощенно вам, конечно, это формулирую, определенная разница есть, конечно, между скобками и словами, но это все равно просто текст. То есть синтаксическое дерево не существует как представление программы, а существует просто пробелы и символы, пробелы и символы. Это, конечно, слабое место, очень слабое место, в то время оно было таким. Это только начинался процесс применения машин лернинга к анализу программ, поэтому на тот момент было окей. Ну и еще интересную статью вам приведу. Мы начинали в начале со статьи 2016 года, в котором, вы помните, я вам сказал, что авторы статьи сказали, что мы взяли машин лернинг, применили, и у нас 96% accuracy и так далее. Ну вот статья вышла через два года после их публикации, в которой авторы попытались повторить их эксперимент, и пришли к выводу, что предыдущие авторы несколько, не несколько, а слишком оптимистичны в своих выводах, что радужно, и во многом их результаты объясняются тем, что у них был такой датасет удобный. Видите? То есть они взяли специфический датасет, и поэтому у них получился 95% результат. Если взять другой датасет, то там, конечно, будет все совсем не так. Я зачем вам эту статью показываю? Во-первых, чтобы показать, что смотрите, как ученые критикуют друг друга. Один ученый опубликовал результаты, проходит несколько лет, другая группа ученых публикует критику и опровержение. Показывает, что вы, коллеги, в чем-то заблуждаетесь. И вот давайте-ка мы ваши результаты поставим под сомнение. И вы знаете, у этой статьи достаточно много цитирований, и конференция, на которой она опубликована, достаточно высокого уровня. То есть это не просто чей-то блокпост о том, что я, мол, не согласен, а это вполне себе убедительная контраргументация. Это для того, чтобы вы, в том числе, были готовы к подобной критике в вашу сторону. Если вы что-то написали, то будьте готовы, что это кто-то прочитает. И после того, как прочитает, может задаться вопросом, а правда ли там написано, а действительно ли так работает. Все, давайте попробуем этот эксперимент повторить локально. Возьмем те же входящие данные, которые в статье заявлены. Возьмем те же механизмы. Тот же компьютер. Все это запустим и проверим. Так что старайтесь в своих статьях не писать те вещи, за которые вы не готовы ответить. А если вы даже их и пишете, допустим, как эти ребята, они написали, что у нас, мол, 95% accuracy. Можно в разделе limitations в своей же статье сказать, что у меня есть опасение, что эти результаты могут быть экстраполированы на более крупные эксперименты. То есть да, у нас работает на 20 примерах, или на 100 примерах, или на 1000 примерах. Но мы предполагаем с высокой долей уверенности и убежденности, что если из этих 100 экспериментов сделать миллион экспериментов, то, видимо, наши результаты будут другие. Может быть, хуже или, скорее всего, хуже. Тогда таких статей публиковаться будет, конечно, не таких, а тогда вот таких вот статей опровержений или такой критики будет, конечно, опубликовать их тяжелее. Потому что в этой статье, если мы ее будем читать, мы сможем этим авторам уже сказать, ребята, ну, те же предыдущие авторы, они же все это признали, они уже это сказали. Они сказали, что да, во многом наши результаты можно объяснить тем, что у нас такой датасет специфический. Зачем вы снова это повторяете? Мы знаем, мы это вам уже два года назад сообщили, что это эксперимент. Вот такой вам урок, как будущим исследователям. А с другой стороны, возвращаясь к нашему машин-лёрнингу, скажу, что не все так легко в этом машин-лёрнинге. И, может быть, именно потому, что все было так нелегко, и все так... Все было оптимистично в статьях. Но в реальности продуктов, которые бы, используя машин-лёрнинг, могли бы действительно контролировать качество кода, их не было. Я, по крайней мере, их не видел, не видел их в публичном пространстве, в таком популярном. И мне они не попадались в руки. Я не мог их применить. Я даже сейчас, если бы захотел использовать какой-то инструмент, который бы мне мой Java-код проверил с использованием машин-лёрнинга, я не знаю, что это за инструмент должен был бы быть. Напишите мне в комментариях. Оставьте информацию. Я с удовольствием поэкспериментировал бы с таким продуктом. Но я не вижу его на рынке. Есть какие-то веб-сайты. Есть какие-то решения коммерческие. Где их взять? И сколько они стоят? Это отдельный вопрос. Но так, чтобы был какой-то open-source продукт, в котором бы я мог бы спокойно его интегрировать в свой build-пайплайн. И чтобы он проверял на регулярной основе весь мой Java-код и давал бы ответы о том, работает он или не работает. Такого решения до сих пор нет. Хотя, видите, 2018 год. То есть, это прошло уже 6 лет. И пока мы как-то вот... Как-то этого не существует. Есть Copilot, есть ChatGPT. Они существуют. В них можно что-то выгрузить, и они что-то дадут на выходе. Но такого продукта, который бы был Standalone, Static Analyzer, как, допустим, PMD для Java или ESLint для JavaScript, о которых мы говорили на прошлой лекции, этих продуктов не существует. Пока, по крайней мере. Видимо, это то, чем нужно заниматься. Да, и вот такая, мне кажется, веха важная в развитии этого всего анализа. Это было появление CodeToVec. Решение, оно было, я так понимаю, первым или одним из первых. После него появились самые разные другие механизмы векторизации кода. Но они были теми, на кого многие ссылаются и решения, которые многие используют. Мы из кода делаем вектор. Помните, что проблема WordToVec была в том, что мы брали программу как текст, и из нее делали вектор. И, конечно, теряли при этом синтаксическую структуру программы. Во многом для нас что if, что for, что вызов функций, все было примерно едино. А эти ребята предложили делать получше и сказали, что мы можем с помощью такого CodeToVec, они даже программу написали, они сделали софт и предложили методику, сказали, какой алгоритм будет. И на вход мы ей даем этой методике, этой программе, даем на вход Java код, например. А на выходе получаем длинную строку цифр. Вот как она работает. Я несколько скриншотов из их статьи взял. Берется синтаксическое дерево, оно перед вами. Это очень несложная программа, в которой буквально несколько строчек мы на следующем слайде ее посмотрим. Это что-то типа if, чего-то, потом какой-то print, чего-то, потом закрыли, закрыли. Это все функция какая-то, метод какой-то. Открыли, закрыли. Вот так это все выглядит. Некая такая несложная синтаксическая конструкция, она представляется в виде абстрактного синтаксического дерева. Видите, в голове дерева находится декларация метода, потом идет, видите, начало блока, вернее, это блок весь. Внутри блока есть функция return, вернее, statement return, есть for each, то есть в этом блоке, видимо, мы сейчас код посмотрим чуть попозже. Здесь почему важно, я почему это первым слайдом показал. Рисуем синтаксическое дерево, а дальше по дереву мы разными цветами раскрашиваем пути, по которым может пройти выполнение, понимая, какое дерево перед нами. То есть мы знаем семантику языка программирования, и поэтому можем предположить, что выполнение будет идти, например, вот по такому пути. И дальше, используя механизм attention, это тоже из machine learning, мы каждому пути навешиваем цвет и вес этого пути, в зависимости от того, какой attention мы хотим этому пути присвоить. У нас получается некий большой или небольшой набор путей по синтаксическому дереву от верхушки к низу. И дальше, поскольку у нас, вот смотрите, они показывают три разных блока кода, можно представить, которые очень похожи между собой. На первом блоке кода у нас определяется функция, функция f, и там, и там, и там, она имеет имя одно и то же. f, f, f. Одна и та же, или очень похожие функции определяются с очень похожими параметрами, но только делают они разные вещи. Если в первом случае эта функция на первом, в первом столбике функция находит элемент в массиве, во втором столбике она достает элемент из массива, а в третьем она находит индекс этого элемента в массиве. Очень похожий функционал. Они показывают, дальше цветами нарисованы пути по AST дереву. И эти пути имеют разные цвета, и им присвоен разные веса, для того, чтобы дать им разный attention. Я весь алгоритм не расскажу, вам не объясню. Это отдельная, видимо, тема для отдельной лекции. Сейчас главное понять, что с помощью такой векторизации они этот алгоритм представляют в виде цифр. 7, 12, 32, 4, минус 6 и так далее. Какой-то длинный вектор. И отсюда получают какой-то длинный вектор цифр. И это у нас отдельный длинный вектор цифр. А дальше эти три разных вектора, они отдают в машину, и напротив каждого вектора они ставят описание, я так понимаю, того, что эта функция делает. А потом спрашивают у этой машины, давая ей на вход уже неизвестную функцию, спрашивают, какое будет наиболее подходящее имя для этой функции. То есть, таким образом спрашивают, что эта функция делает. И получают, что здесь, видите, угадала, угадала, угадала. С разной степенью уверенностью, конечно, угадала. Здесь она угадала очень-очень уверенно, здесь она угадала так себе уверенно. Она вполне могла и второй вариант выбрать, и третий. Ну и здесь она угадала тоже уверенно. То есть, изобрели в девятнадцатом году, пять лет назад, изобрели этот самый код ту век, то есть векторизацию, превращение программы в вектор. И это очень помогло дальше во всем машин лернинге. И дальше стали появляться разные другие механизмы, такой же векторизации, который один лучше другого, но начало было положено вот тогда. Ну и теперь мы переходим в самые современные уже решения, которых я нашел вам несколько, чтобы просто показать, что все это живо, все это растет, развивается, меняется. Это все, на мой взгляд, пока еще не фундаментальная наука, а пробы, пробы пера. Мы пока не можем понять, что из всего, что мы видим в последние годы, что из этого будет в итоге, ляжет в фундамент науки, и мы на чем будем основываться. А что, может быть, просто так и останется экспериментом, и мало кому будет нужно. Но код ту век, который я только что вам показывал, это точно уже часть всего процесса машин лернинга, и часть большой индустрии по пониманию кода искусственным интеллектом. Смотрим несколько решений. Skip Analyzer. Я не пробовал этот продукт, но авторы говорят, что это на базе ChatGPT, который появился в конце 2022 года, как вы знаете. Вот они сделали за короткое время, они сделали статический анализатор, баг-детектор, который сканирует исходный код и сообщает о специфических типах багов, которые он там может найти, и к ним генерирует даже патчи. Все это, безусловно, является просто несложной обвязкой вокруг ChatGPT, который действительно умеет, этот самый ChatGPT действительно умеет находить ошибки и делает это с очень высоким качеством. Безусловно, с ошибками в том числе, он ошибается в ChatGPT, но такие субъективные ощущения и у меня, и дальше я вам сейчас покажу кое-какие анализы этого, показывает, что большие языковые модели, они работают очень хорошо, то есть можно у них спрашивать, что они думают о нашем коде, и они будут отвечать весьма неплохо. Например, как этот Skip Analyzer, который у ChatGPT спрашивает, а тот отвечает. Но опять же вам скажу, нет коробочного продукта, этот Skip Analyzer, ну попробуйте его, если он у вас запустится, он по идее open source, если вы сможете это запустить, все, но все равно вам придется давать ему на вход токен для ChatGPT, то есть вы должны будете купить себе аккаунт ChatGPT, а потом сверху этот самый аналайзер, он вам даст просто такую промт-генерацию, он будет генерировать промты к ChatGPT и понимать те результаты, которые возвращаются. Нельзя это, мне кажется, назвать стендалон решением, тем более open source, потому что это проприетарное решение, оно на базе… Это все равно, как сказать, мы сделали свою систему поиска в интернете, как она работает. Ну вы мне даете слово ключевое, а я в Google его отправляю, а Google мне дает результат, и я вам показываю, смотрите, вот у вас… Я нашел в интернете. Понятно, что это не то. Еще одно решение, тоже прошлый год, что они сделали? Они взяли статический анализатор, причем свой же, я так понимаю, это их какой-то статический анализатор, потому что я его никогда не слышал, и судя по ссылкам, это та же группа авторов, они взяли свой анализатор, который генерирует много false positive. Мы говорили на прошлой лекции, что false positive, сигнал из статического анализатора, это проблема, если статический анализатор слишком часто шумит, то есть он дает неверные результаты, он дает помимо правильных ответов, еще и сообщает вам о том, что… сообщает об ошибках, которых там нет. И, конечно, задачей является фильтрация этих сообщений, и с этой задачей работали и раньше. Этой задачей занимались давно, задолго до ChatGPT, задолго до больших языковых моделей на базе машин лернинга, пытались создать системы, которые бы фильтровали эти false positive, то есть таким образом улучшали бы статический анализатор. Но с появлением ChatGPT оказалось, что можно добиться куда более интересных результатов. Вот они показывают, что 8 из 20 false positive удалось отфильтровать, а если GPT-4 использовать, то 16 из 20. Но опять же, надо понимать, что что такое 16, 20, ну это какие-то микроцифры. Это если бы было 16 тысяч и 20 тысяч, то можно было бы о чем-то говорить. Но то, что они отфильтровали 8 из 20, ну сами понимаете, да, что этот датасет можно было просто подстроить, ну или так удачно сложилось. В общем, мы не будем их обвинять в том, что они специально это сделали, но и, конечно, считать эти результаты научно-состоятельными, наверное, преждевременно. Слишком было бы это оптимистично. Но тем не менее, вы должны понимать, что есть такая проблема. Зачем я этот вам слайд здесь показал? Что есть такая проблема фильтрации сигналов, выходящих из статических анализаторов. Когда вы имеете дело с большим объемом кода и запускаете на нем какой-то анализ, статический анализ, то вы получите много информации. И мы на прошлой лекции об этом говорили, что это является одним из важных причин, по которой статические анализаторы не популярны настолько, насколько они могли бы. Причина в том, что они слишком шумные. Они слишком много дают лишнего, чего программистам просто не под силу переработать. И все, что программист делает в этом случае, он просто выключает статический анализатор. Если вы попадете в команду, в которой миллион строк кода, и вам нужно будет там качество привести в порядок, и вы возьмете какой-то статический анализатор, или даже купите его, уговорите руководство потратить на это деньги, несколько десятков тысяч долларов, например, за год. Вам дадут лицензию на этот статический анализатор, вы запустите и увидите 20 тысяч, например, ошибок. Какой ваш дальше будет шаг? Вот что с этим файлом на 20 тысяч строк? Что с ним делать? Останавливать работу и просить программистов пройтись по этому файлу и исправить все ошибки? Ну, это, сами понимаете, что это будет невозможно. А какие? Первые 10 исправить? Или последние 10? Как вы будете решать, на что обратить внимание? Вы сможете, наверное, их отсортировать по категориям, и решить, что категория вот эта, она нас не интересует. Мы с ней работать не будем. Эту категорию, наверное, на нее мы посмотрим повнимательнее. Но как вы это будете руками все это делать? Это будет тяжело. Причем поймите, что вы продолжаете разработку, что эти ваши миллионы строк кода, они живые, то есть они продолжают меняться. Если их там миллион, то значит у вас несколько десятков программистов, а может быть и больше сотни или несколько сотен. И значит остановить эту всю динамику невозможно. Она получает несколько тысяч строк кода в день, изменяющихся. И при этом у вас статический анализатор, который вам сигналы выдает, тоже в огромных объемах каждый день. Ну, скорее всего, вы просто выключите этот анализатор и скажете, что у нас и так нормально все, мы тут хорошо, нормально делай, нормально будет. А статический анализ, это пока к нашему случаю он неприменим. Вот такой вы вывод сможете начальнику отнести, и начальник будет счастлив. Как делают многие архитекторы. Они говорят, что в нашем случае пока это неприменимо. То есть мы не отказываемся, все правильно, в интернете говорят все правильно, статический анализ это очень важно, но под наш случай и еще и под наше время, то есть пока, это неприменимо. С этим спорить невозможно. Это неубиваемый аргумент, когда человек из общего правила делает исключение и говорит, что из любого правила есть исключение. И мы как раз то самое исключение. Поспорьте с этим. С этим спорить уже не получится. Вот чтобы таких случаев не было, предлагаются системы фильтрации аутпута из статического анализатора. Мы берем 20 тысяч строк, которые нам генерирует статический анализатор, и их фильтруем таким образом, чтобы наиболее важные оказались рассмотренными, а наименее важные были проигнорированы. Machine Learning очень хорошо для этой задачи подходит, потому что здесь четкую логику применить сложно. Если бы можно было, мы бы уже ее применили. Ее бы уже применил статический анализатор. Дал бы нам возможность какие-то конфигурации настроить, и что-то включить, что-то поднастроить, что-то... Но он, если не дал, то, значит, это сделать тяжело. А вот Machine Learning может, допустим, он видит строчку, в которой написано, мы думаем, что в этой строке будет деление на 0. Что делает Machine Learning и ChatGPT, то есть большая языковая модель. Он берет тот блок кода, в который найдена эта потенциальная ошибка, берет описание этой ошибки, сравнивает и говорит, да или нет. И вот ему доверять, как оказалось, можно почти как человеку. Потому что человек бы делал то же самое. Человек бы тоже открыл блок кода, посмотрел бы на описание ошибки и сказал бы, да нет, не будет здесь деления на 0. И ChatGPT, тоже викторизуя, видимо, свой программный код, или как он там внутри работает, надо разбираться. Но он может делать такой вывод. Давайте еще посмотрим, еще пару слайдов. Тоже прошлый год. Что они делают? Мы помним о Cohesion метриках. Мы их разбирали где-то в первой десятке лекций. Cohesion это метрика цельности кода внутри какого-то модуля, например, класса. Так вот, Cohesion можно посчитать. Например, есть формула LCOM, есть формула, если помните, LCOM метрика, есть NHD, есть LCC, есть TCC, мы с вами это разбирали, есть CAMC и так далее. Разные подходы, разные алгоритмы, которые могут посмотреть на ваш код и сказать, какая у вас будет метрика. Они говорят, а давайте мы не будем их считать, точнее не так, а давайте мы их посчитаем. Возьмем исходный код, например, на Java, и с помощью алгоритмов посчитаем эти метрики. А потом возьмем вот этот код и с помощью машин лернинга, причем вот разные-разные-разные методики, разные алгоритмы машин лернинга, и тоже получим некие метрики. Ну, допустим, условно мы берем Java код и говорим, что у него Cohesion 0.13, а потом мы берем машин лернинг и он нам говорит 0.12 и сравниваем это с этим. И так делаем на миллионе классов. И вот они говорят, что совпадает, что мы будем близки, что машин лернинг, не используя детерминированные алгоритмы, может только глядя на тот вектор, о котором мы говорили, сказать, какой же там хохижин. Это неплохо. Это, мне кажется, в ту же сторону, это нам полезно, это нам нужно, пусть будет, да помогает нам в перспективе иметь робота, который бы, лишь бросив взгляд на код, сказал бы, что там такое. Ну, кохижин – это важный показатель качества. Чем кохижин выше, чем более кохизив код внутри класса, тем выше его, конечно, качество. Мы говорили о том, что трудно программиста заставить что-то исправить, потому что любой программист спросит у вас, что конкретно вы имеете в виду. Если он вам присылает класс, и в нем 500 строк, а вы ему говорите, ваш класс не кохизив, то что ему дальше делать, какие действия предпринимать, в какой строке, какой символ изменить. Ну да, не кохизив, но он же работает. Тесты проходят, функциональность выполнена, что вы прицепились, что мне нужно с этим всем сделать. Главное, он не будет спрашивать, зачем. Он скажет, хорошо, я согласен, кохижин это очень важно, но что мне исправить? Дайте мне какие-то более конкретные инструкции, потому что просто цифра 0.13, а требуемая 0.20, ну это сложно ее поднять, потому что программисту нужно тогда целое обучение проходить относительно того, как увеличить кохижин. Более того, чтобы еще и ваши метрики это почувствовали. Он же скажет, я увеличил кохижин, у меня был 0.13, вы мне сказали, что он низкий, я пошел, поработал, что-то переставил, в моем понимании он повысился, я пришел к вам снова, а он опять 0.13. Вот это совсем обескураживает, потому что, что дальше, как дальше действовать, чтобы ваша метрика почувствовала мои изменения. И это, конечно, открытый вопрос, и я думаю, что во многом поэтому эти метрики кохижина, они не используются в продакшене, потому что просто в первом же таком казусе, в первом же таком конфликте выиграет программист, а не репозиторий, а не архитектор, который будет пытаться его заставить сделать хорошо. Программист скажет, я все хорошо сделал, а если у вас есть конкретные замечания, то излагайте, а если у вас просто, вам мой код не нравится, и вы пытаетесь какие-то цифры мне вместо того, чтобы сесть со мной поговорить, и рассказать мне, где у меня что не так, вы прикрываетесь цифрами, показываете мне результат работы какой-то метрики. И все. А вот машин лернинг, а может быть даже еще с помощью какого-нибудь чат-GPT, она, конечно, была бы полезнее, она бы могла все-таки еще и дорассказать что-нибудь. Если вы дадите, допустим, небольшой блок кода в чат-GPT, и спросите у него, как вам кажется, этот код кохизив или нет, то посмотрите, что вам скажет чат-GPT. А потом спросите у него, а что мне сделать для того, чтобы этот кохижин увеличить? И посмотрите, что он скажет вам дальше. Это будет более такой, более конструктивный диалог, чем через вот эти, чем через цифры. К сожалению, так. Хотя я, конечно, за цифры, мне бы хотелось, конечно, чтобы мы в более таком, в строгом мире жили мы программисты. Но практика показывает, что не все этого хотят. Ну и последний мой слайд. Такой интересный ресерч был сделан в прошлом году, когда попытались сравнить несколько опенсорсных моделей с чат-GPT. С GPT-4 и GPT-3.5. Потому что этих опенсорсных моделей много. Надо учитывать, что это все-таки середина прошлого года. За полгода, даже больше, за 8 месяцев поменялось многое. И, возможно, сейчас результаты будут несколько другими. Но на тот момент эта статья, она в онлайне, ее можно посмотреть. Есть описание, какие конкретно вопросы задавались этим моделям. Задача была показать им 13 порций кода, 13 программ. И в этих всех 13 программах есть дефекты. И у них спрашивали, где вы видите дефекты и что это за дефекты. Найдите эти ошибки. Так вот, все 13 дефектов нашла только ChatGPT 4. ChatGPT 3,5 нашла 7 багов из 13. А эти товарищи, ну вот вы видите справа статистику, сколько они нашли багов из 13. 13. То есть, опенсорсные решения, они пока 8 месяцев назад, они были далеки от ChatGPT, сильно-сильно. Это наводит на мысли о том, что внутри ChatGPT возможно что-то более сложное находится, то, что внутри этих опенсорсных решений, чем просто натренированное на большом объеме данных что-то, может быть там данные подготовлены лучше, может быть там какой-то постобработка результата происходит как-то более качественным, ну много открытых вопросов, но эти все вопросы, они будут отвечены, на них будут найдены ответы, это просто все очень свежее, это все происходит сейчас, и поэтому нам ChatGPT кажется магией во многом, а решения опенсорсные, они конечно послабее, но все это изменится, пройдет еще 3-5 лет, и все это будет опенсорс, все решения будут большущие, открытые, и все они будут уметь находить не 13 из 13 багов, а 23 из 13, то есть они будут находить даже то, что авторы этих багов и не думали, что они там есть эти баги, то есть машины станут, эти large language модели станут супер большими, возникают вопросы о том, как же их применить к анализу качества программ, как же сделать так, чтобы большие языковые модели могли нам помогать писать более качественный код, и я думаю, что это открытая зона для исследований, куда вы можете шагнуть прямо сейчас, еще раз говорю, решение существующего для просто такого анализа кода в виде приложения, которое я мог бы поставить себе внутрь своего пайплайна, continuous integration пайплайна, и контролировать свой код с помощью ML или с помощью LLM каждый день, на каждом коммите. I don't know таких решений. Давайте искать их, давайте их пробовать, давайте смотреть. Вы понимаете, какая главная проблема в этом, в нахождении таких решений, в построении таких решений? Это именно те самые false positive. То есть, если с строгим статическим анализом мы как-то можем побороться с false positive, потому что мы можем ну какими-то какими-то может быть настройками где-то их выключать, какими-то фильтрами, то LLM это же черный ящик, и он может говорить нам совершенно непредсказуемые вещи о нашем коде. Если в статическом анализе я говорю используюсь symbolic execution с такой-то глубиной, с таким-то максимальным размером пути, например, окей, он понял, есть некая конфигурация, то в LLM я просто ему отдаю свой код на тысячу строк и говорю вот что-нибудь мне здесь найди, что он найдет, на что он обратит внимание в первую очередь, совершенно не на мой взгляд тяжело предсказуемо, либо нужно очень качественно и грамотно и тонко формулировать эти самые промпты, то есть давать им запрос в таком виде, который бы позволял бы программисту через этот промпт все-таки предугадывать ответы, и все-таки получать ожидаемые ответы, то есть совсем неожиданные результаты от этих моделей нам не помогут, потому что программист не сможет с ними справиться, они будут приходить из разных точек программ, и при повторном запуске это будут новые какие-то ответы, я просто не смогу удовлетворить запросы этого LLM и в какой-то момент брошу это, а мне же нужна предсказуемость как программисту, мне нужна надежность в этом плане, повторяемость тех проверок, который делает статический анализ, то есть суммируя, если говорить о метриках, если мы хотим чтобы у нас были метрики, а именно neural метрики, то есть метрики приходящие от искусственного интеллекта, то нам эти метрики нужно выдумывать, их пока не существует, я про них не знаю, нужно выдумывать методы анализа кода и выдумывать метрики, на которые мы могли бы опираться, чтобы в конце можно было сказать, у меня метрика такая-то равняется 5,8, а давайте теперь попробуем потребовать от программиста, чтобы она была 6,9. Что это за метрика? Как ее нам построит искусственный интеллект? Не знаю, это вам открытый вопрос, поскольку мы заканчиваем наши лекции, то вот вам тема, над которой стоит подумать. возможно нужно сложить старые метрики, которые мы знаем, которые детерминированы, метрики кохижина, метрики циклометик комплексити, когнитив комплексити, их может быть как-то объединить и с помощью них поговорить с этими большими моделями, может быть им сказать, вот метрика такая-то у меня такая, а какая бы ты бы хотел, какую, чтобы я сделал, повысил ее, понизил, то есть мы должны научиться разговаривать с этими роботами, которые стали очень умными и мы пока не научились, мы только начинаем учиться. Как мы будем с ними так разговаривать, чтобы в итоге их ответы помогали нам жестче контролировать правила дорожного движения внутри проекта, будем изучать. Ну вот на этом все, я вас благодарю, что вы были со мной все эти 24 лекции, молодцы, мы хорошо поработали, вы молодцы, все, кто участвовал, все, кто исследования, еще проводят, мы еще не закончили, у нас еще есть время, какие-то статьи мы вместе опубликуем, какие-то, а какие-то не опубликуем. Все, на этом все, пока-пока, до свидания.